Писатели. Да. Ну вот там, где твоя работа должна быть. Держи. Как раз на уроке? Писатки. Держи. И твой дипломчик. Держи, пожалуйста. Станислав Дубровский, пожалуйста, за участие в конкурсе. Дипломчик и подарки. Держи. Прилежешь. Ага. За участие в конкурсе награждается Дана Федиктова. Поздравляем. Скажи про это. Продолжение следует. Так, уважаемые детки. К вашим дипломам прилагать вот такой билетик еще здесь, да? На этот билетик вы можете посетить 5D кинотеатр в Спице, где есть там, да? Так что можете смело. Там все написано на билетике, да? Ваша поездка будет в 5D кино. В 5D кино. Я сейчас предлагаю, прежде чем мы назовем представления места, сказать несколько работ, которые, например, выделала лично я. Можно мне такое сделать? От тебя я беру что-то? Да. Ну, решайте. Мой выбор пал сегодня на работу о молоте. Поэтому я от тебя лично хочу поздравить Дану за такой труд. Пожалуйста. Такая замечательная книжка про Фунтика. Это русский мультфильм есть. Есть русские сказки про Фунтика. Обязательно почитай. Хорошо? Я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы немножко, немножко обратить внимание на общие некоторые погрешности, все же, да? Которые наблюдались практически, наверное, в большинстве работах. Прежде всего, учтите, это у вас еще есть месяц до поездки в Минск, особенно это касается победителей, да? Ну и всех остальных. Это прежде всего очень слабенькие фотографии при компьютерной презентации. Обратите внимание, фотографии должны быть четкие, контрастные, а некоторые такие были темные и совсем ничего не понимают, что там было, да? Это первое. Второе. Обратите внимание на размер шрифта, когда на компьютерные смотрите, да? Чтобы это было читаемо и достаточно заметно на экране. Конечно, очень важно, чтобы ребенок во время презентации был самостоятельным в изложении материала, без подсказки учителей или родителей, которые шепчут. Это очень важно, потому что в Минске, например, там такие подсказки исключены. То есть ребенок самостоятельно должен полностью изложиться, да? И, конечно, мы понимаем, что все дети очень волновались. Но ничего, это пройдет со временем, я думаю, да? Так что будем надеяться. Ну и, по своей стороне, я, конечно, хотел бы отметить работу Риванова Тимофея. Это касается исследований взаимодействия воды и мыла. Дело в том, что... Да. Иди сюда. Дело в том, что эта тема, на самом деле, обширна, и ею занимаются даже физики, серьезнейшие ученые, потому что взаимодействие тонкой пленки и воды, это на уровне молекул осуществляется. Ведь мыльный шарик, это и есть мономолекулярный слой, вы понимаете? И, конечно, здесь тема, может быть, развиваться, может развиваться и дальше, например, в направлении мыльных пузырей. Это вообще огромный раздел физики, честно скажу, да? Так что удачи вам на будущем. Дорогие мои, спасибо. Кто? Какая-то задумывая. Готовы? Да. За третье место в международном конкурсе «Я и следователь» награждается Марек Анатольевна. Марек, готовься, пожалуйста, для поездки в Минск, отрабатывай свою речь. Держи. Спасибо. За третье место награждается Эрик Эдгар Сьёныч. Я так понимаю, ты будущий банкир, как минимум. Надежда... Наши бабки. Готовься и обязательно по-русски, очень хорошо научись говорить, чтобы выступить достойно. Лучше, медленнее, но громче. Громче, понятно, да? Я соблюдательно подзанимаюсь, да? Второе место... Потолкало громче. Второе место получает Руссо-Сейри Занова. Поздравляем. 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 Второе место. Катрина Зариня. Поздравляем. Ну и наши победители, самые далекие, самые-самые старательные, ну вообще самые-самые оказались. Танечка, мы тебя поздравляем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, и я хотел бы еще всех гауреатов... Так, и я хотел бы еще всех гауреатов... АПЛОДИСМЕНТ 그렇게 гауреатов pouchển.